Вернёмся к нашему примеру с небом. Всевышний Аллах говорит, Он создал семь небес, одно над другим. В творении милостивого ты не увидишь никакой несообразности. Взгляни ещё раз. Видишь ли ты какую-то трещину? Потом взгляни ещё раз. И ещё раз Аллах говорит, Твой взгляд вернётся к тебе униженным, утомлённым. Почему? Потому что ты не найдёшь ошибки в творении Аллаха. Вот смотрите, это крыша. Сколько простоит без ремонта? Смотря на сколько качественно сделано. Может простоять 10-20 лет, может 100 лет, может быть здание, которое простоит 300-400 лет, до того, как ремонт ему капитальный понадобится. А небо Всевышний Аллах создал? Мы даже и не знаем, какое время назад. И мы не видим, чтобы, например, небо как-то поистаскалось. Аллах говорит, взгляни. Ещё раз и ещё раз. Видишь какую-нибудь трещину? Потолок трескается. Здания трескаются. А в творениях Аллаха нет трещины или несоразмерности. Или вот ночью, когда звёзды выходят, причист великий Всевышний Аллах. Дальше в суре «Власть» Аллах говорит, «Поистине мы украсили ближайшее небо светильниками». На самом первом нижнем небе светильников сколько разных Всевышний Аллах создал. Когда ты смотришь на звёздное небо, это такая красота, которую ты больше нигде не увидишь. Или вот взять воду, например. Для нас это, ну, вода и вода. Но Аллах создал её такой, что в ней как наша жизнь, так и наша смерть. Мы же не можем жить без воды. Но под водой также можно утонуть. То есть двояко. То же самое земля, она нужна для жизни. Но если человека в ней зарыть, он умрёт. То есть вот таким образом Всевышний Аллах создал этот мир. Без каких-то вещей мы не выживем. Но и избытка их тоже быть не должно. И Аллах установил баланс. Вот дождь, он может и повреждения какие-то нанести. Но также в этом дожде наша жизнь. Всевышний Аллах как бы говорит нам, «Если хотите познать меня, размышляйте над всем этим». У Аллаха есть два имени. Мухьи и Мумид. Оживляющий и умертвляющий. Или вот, взять деревья, листья на них, которые опадают с них каждый год. Этим Всевышний Аллах показывает нам, что он как оживляет, так и умертвляет. Аллах создал этот цикл. И размышляя над ним, мы познаём Аллаха. Не ограничивайтесь поверхностным мышлением, мол, ну осень, ну листья падают. Весна придёт, вырастут новые. Ну а уж летом, по полной расцветёт всё. Зимой снова голые ветки. Не воспринимай это как должное. Даже вот просто посмотреть на воду. В руку набери, если хочешь познать Аллаха. Просто набери в руку воды и задумайся над тем, какая она. Что она жидкая. Для нас это обыденность. Воспринимаем как должны. Она жидкая, прозрачная, безвкусная. Текучая. Выливаешь её, она льётся. Если её разлить, она растекается, заполняя собой всё. Можно её набирать, перемещать её, пропускать через что-то. В ней можно плавать. Предмет какой-то плавучий на поверхности воды будет держаться. А что-то тонет. Вся эта упорядоченность указывает на существование Аллаха. Или вот, рассмотрим руку. Её функции. Сравним со швейцарским ножом. В швейцарском ноже много функций. 12 или 16 разные инструменты в одном ноже. Там тебе и нож, и штопор, и ногтигрызка. А руки наши Всевышний Аллах сотворил многофункциональными настолько. Смотрите. Аллах говорит в Коране. Это сура Аз-Зар-Яд. 51 сура. Аят 21. В вас самих есть знамения. То есть, вот рука. Подумайте, сколько всего можно делать с помощью руки. Давайте вместе с вами будем перечислять. Хватать. Есть. Ещё. Пить. Мыть. Писать. Ещё. Носить. Указывать. Работать. Бить. Да, ей можно бить. Ещё. Помогать. Расчёсываться. Почесаться можно. Собирать что-то. Можно скатывать что-то. Придавать форму. Ещё. Одеваться можно. Защищаться. Ещё. Давайте-давайте. Это уже было. Инструментами пользоваться. Рукой можно столько задач выполнять, требующих тонкой моторики. Или разговаривать с помощью языка жестов. Например, ты языка не знаешь. Причистала. То есть, можно минимум сотню. Если не больше вариантов перечислить. Бог знает, сколько их. И всё это можно делать руками. И у каждого действия столько подкатегорий. Можно сумку нести. Можно носить ребёнка. Большие предметы можно носить. Руками можно чертить. Создавать что-то. Придавать форму. Дизайн делится на множество подкатегорий. Нет Бога, кроме Аллаха. Так много всего. Вот Аллах и говорит в вас самих. Через нас самих мы познаём Его. И что поразительно, когда человек, обладая всем этим, не познаёт Аллаха. Человек сам по себе чудо, а Аллах не познаёт. КОНЕЦ